Всем привет! Это ТОП ХИТ ЧАРТ и с вами Митя Фомин. Напоминаю, что ТОП ХИТ ЧАРТ это 30 любимых хитов в нескольких десятках, миллионов радиослушателей, полную версию чарта и сотню лучших треков. Ищите на сайте топхи.ру, ну а на музе смотрите самые горячие клипы, причем горячие в прямом смысле этого слова. На 30 строчке у нас премьера. Настоящее летнее видео от самой красивой пары российского шоу-бизнеса. Впрочем, в представлении эти люди не нуждаются, вы их отлично знаете. Так что смотрите видео, поймите все сами. Теперь вы знаете, почему и как именно Агутин лишился длинных волос. Похоже, менять имидж прямо на съемочной площадке становится модным. Началось все с Вилиппа Бедросовича, теперь вот Леонид повторил его подвиг. Кто будет следующим? Может быть, это буду я? Не могу даже представить. Но я уверен, что по сюжету клипа герой решится на эксперименты с прически из-за любовных переживаний. Впрочем, совершать безрассудство из-за несчастной любви – это так естественно. Особенно в те моменты, когда жизнь и любовь кажутся беспросветно темными. Как у Санды Ван Дорин и Карли «Love is Darkness» на 27 строчке. Новая студийная работа Nickelback, выход которой планируется в ближайшее время, уже успела получить статус самого ожидаемого релиза года. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Последние шести альбомов канадской команды был выпущен аж три года назад. Тогда он разошелся тиражом в 5 миллионов экземпляров и получил статус трижды платинового в США и в Австралии. Не говоря уж о самой Канаде. Так что вполне закономерно, что от следующего творения Nickelback музыкальные критики уже заочно ждут новых рекордов. Ну, а мы ждем феноменального роста канадцев в топ-хит-чарте, потому что пока они поднялись только до 25-й строчке. Адам Левайн продолжает нас радовать удивительными дуэтами и жизнеутверждающими хитами. Его первый эксперимент с Кристиной Агилерой находится в самом зените популярности, а второй уже начинает победное шествие в топ-хит-чарте. Итак, вы готовы к самой ожидаемой премьере недели? Тогда смотрите новое видео Gym Class Heroes featuring Адам Левайн на 22-й строчке. Слухи об уходе Ферги из The Black Eyed Peas снова будоражат поклонников коллектива. Одни ждут, что ее место займет певица Ашанти, другие вообще порчат скорый закат популярности команды. В общем, как бы то ни было, состав The Black Eyed Peas в топ-хит-чарте пока не меняется, и репертуар у них остается прежним. Так что смотрим тот же клип, что и на прошлой неделе, и любуемся на прекрасной Ферги. Just Can't Get Enough на 19-й строчке. Если вдруг так случилось, и вы еще не успели посмотреть новое видео Потапа и Насте Каменских, то прямо сейчас я готов предоставить вам возможность восполнить этот пробел. Правда, в топ-хит-чарте эта парочка давно уже не ходит в новичках, и, к сожалению, каждую неделю подсчитывает свои потери. На этот раз дуэт спустился на три позиции и занял 16-ю строчку. Так что смотрите внимательно, пока есть возможность. Ну, на случай, если вдруг в следующий раз их клип вовсе вылетит из топа. Любимчик российских девушек Дан Балан является не только популярным исполнительным песен. Он сам пишет слова и музыку в своем композиции, сам придумывает сценарий клипом. Что же, это похвально, особенно что касается русскоязычного текста последней композиции. С ним Дан Балан справился без преувеличения на отлично. Правда, меня смущает одна строчка. Помнишь, как любовь кушали руками? Никак не могу понять, что бы это могло значить. Наверное, сказывается голодное молдавское детство. Американский певец Ашер опять оказался в центре глупейшего скандала. Накануне Дня всех святых он припарковался возле торгового центра на месте для инвалидов. В нашей стране на это бы, ой, как обратили внимание. В Америке тем более. Так вот, одна пожилая активистка попыталась пристыдить певца. Причем для этого не пожалела она не только крепких слов, но и пивка. Плела им бедного Ашера через открытое стекло автомобиля. Кстати, видео, заснятое очевидцами, вы вполне можете найти в интернете самостоятельно. Собственно, как и сделать выводы о том, что в этой истории, конечно, не прав исключительно Ашер. Только топ-хит-чарт досмотрите сначала до конца, у нас как раз он на очереди. После рекордного взлета на один из пунктов Марлен Рудетт решил взять небольшую паузу. За прошедшие семь дней он не сдвинулся ни на строчку. Сидит на восьмом месте себе там и наблюдает за передвижениями своих соперников. Что же, каждый из них выживает в этой гонке как может. Еще бы, ведь топ-хит-чарт составляется на основе данных ротаций на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом топхит.ру. А это значит, что к нам в эфир попадает только лучшая музыка. Внимание, внимание! Новое шоу на музе покажет, как нужно выбирать себе вторую половинку. Главный герой или героиня пытаются выбрать свою любовь вслепую, исходят только из вкусовых или эстетических пристрастий участников. Смотрите шоу «10 поводов влюбиться». На музе со вторника по пятницу в 16.50. Ну а сейчас смотрите клип бронзовых призеров топ-хит-чарта «Питбулль» и «Марк Антони». «Питбулль» и «Марк Антони» открыли тройку лидеров этой недели. Они могли бы подняться и выше, если бы в чарте не была Кристина Агилейра и Марин Файф. Как оказалось, мериться с ними силами «Питбулю» просто бесполезно. Ну что же, что же, что же. Мне осталось только объявить, кто же стал лидером топ-хит-чарта. И здесь никакой интриги опять не получается. Селена Гомес по-прежнему остается лучше, но а те, кто этим недоволен, могут с надеждой ждать перемен на следующей неделе и параллельно следить за событиями на шоу «Знакомство» с родителями. И, кстати, этот розыгрыш, который дети устраивают своим родителям с помощью звезды, необыкновенен. Но не буду раскрывать всех секретов. Смотрите, как именно это происходит на музе по воскресеньям в 18.25. В общем-то, на сегодня это все. И мне осталось только напомнить вам, что топ-хит-чарт составлен на основе данных о ротации на радиостанциях России и страны СНГ, предоставленных сайтом топхит.ру. С вами был Митя Фомин. Увидимся через неделю. Ну все, я получил пока.